Нам часто приходится налаживать общение, находить общий язык с людьми другого возраста. Проблема разности поколений действительно существует. Удастся ли решить её в конкретной ситуации, зависит от всех участников события. Эта история случилась с Рэнди Джоамта, мамой из Индианы, которая столкнулась с группой подростков. Женщина с маленькими детьми поселилась в отеле после того, как её дом затопило. Для восстановления жилища требовались не только финансовые вложения, но и время. Рэнди трудится полный рабочий день, вечером занимается с детьми. Но помимо своих основных дел, ей пришлось ещё и организовать переезд в отель. Конечно, женщина находилась в большом стрессе. Ей жизненно необходимо было восстанавливать силы, хорошо отдыхать. Нахождение в отеле может показаться раем. Не нужно убирать и готовить, остаётся просто наслаждаться отменным сервисом. Так думала и сама Рэнди, только жизнь часто преподносит нам сюрпризы. Причём не всегда приятные. Когда Рэнди вместе с детьми заселилась в отель, она действительно была уставшей и измотанной своими проблемами. Женщине был просто необходим отдых. Мама уложила детей и начала сама готовиться ко сну. Но не тут-то было. Она услышала дикий шум, который просто не оставлял ей шансов на хороший сон и отдых. По доносившимся обрывкам фраз она поняла, что в отеле веселятся подростки. Что бы вы сделали на месте уставшей мамы? Конечно, выбежали бы в коридор и устроили взбочку тем, кто устроил шум. Но стоит отметить разумность и терпеливость Рэнди, которая смогла поступить иначе. Женщина не стала ругать молодёжь. Она решила поговорить с подростками. Рэнди убеждена, что любой конфликт можно уладить мирно, просто объяснив свою позицию. Вот только сработает ли такой подход с подростками? Женщина вышла в коридор и увидела, что двери некоторых номеров приоткрыты. Она направилась к одной из них, чтобы поговорить с теми, кто создавал сильный шум. Рэнди хотела тишины. Она увидела группу молодых людей, которые весело проводили время. Рэнди не стала ругать их, она сказала, что понимает их стремление радоваться жизни. Затем женщина объяснила, что живёт в отеле с маленькими детьми. Им, как и ей, нужен отдых. Рэнди рассказала подросткам свою историю о затопленном доме и необходимости жить в отеле. Парень, который открыл дверь, извинился перед героиней этой истории. После этого успокоившаяся женщина отправилась в свой номер. Казалось бы, на этом история должна закончиться. Но всё не так просто. Рэнди вернулась в свой номер. Наступившая тишина позволила ей заснуть. Но на утро случилось нечто непредвиденное. Рэнди полагала, что прекрасно справилась с ситуацией, смогла достучаться до подростков, которые проявили понимание. Вот только то, что случилось на следующее утро после разговора, заставило маму плакать. Что же такого могли сделать подростки? То, что произошло, поразило Рэнди до глубины души. Она никак не ожидала такого поступка от подростков. Оказалось, что молодёжь принадлежала к организации «Будущие фермеры Америки». Приехавшие из Канзаса подростки подложили по дверь мамы записку. Когда женщина прочитала её, то не смогла сдержать слёз. Молодые люди извинялись перед Рэнди за шум и выражали надежду, что дом семьи будет восстановлен в самые короткие сроки. А ещё к записке было приложено 40 долларов. Женщина была растрогана таким поступком, ведь она не просила у подростков о финансовой помощи. Мало того, что подростки вошли в положение женщины и перестали шуметь, они ещё и попытались помочь ей финансово. Рэнди решила поделиться этой историей, поэтому опубликовала пост в Facebook. Она выложила записку и краткое описание того, что с ней произошло. Публикация быстро стала вирусной, люди оценили поведение молодёжи и самой Рэнди, которая не стала устраивать скандал в отеле. Пользователи благодарили юных членов организации БФА за их жест. Многие писали о том, что перестали предвзято относиться к молодёжи после этой истории. Не стоит осуждать представителей другого поколения за то, какие они. Умение договариваться – одно из основных качеств, которые отличают нас от животных. Давайте не забывать пользоваться им в повседневной жизни. На этом всё друзья, делитесь этой удивительной историей с друзьями и близкими. До скорого!